1 июня. Старт заградительных пошлин США на сталь и алюминий из Евросоюза, Канады и Мексики. Бенефициар холдинга «Евраз» Роман Абрамович становится гражданином Израиля, пытаясь не попасть в санкционный список США. Эти и другие новости прошедшей недели в еженедельном обзоре «Металл Ньюз». Программа выходит при поддержке группы компаний «Техэнергопром». Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение ввести, как и планировалось, заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом официально сообщил министр торговли страны Оилбур Рос. Новые пошлины вступили в силу в полночь, 1 июня. Ранее в этом году США ввели импортные пошлины 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня. Таким образом, решение о введении пошлин было принято администрацией американского президента за несколько часов до завершения действия отсрочки. Дональд Трамп принял решение не продлевать срок освобождения от новых пошлин, импортируемых из Канады, Мексики и ЕС, стали и алюминия, в связи с чем для стали вводится 25% пошлина, для алюминия – 10%, заявил Уилбур Рос. Министр также заявил, что рассчитывает на продолжение переговоров с Канадой, Мексикой и ЕС, поскольку в отношениях с этими торговыми партнерами у США существуют другие вопросы, требующие решения. Производство стали США по-прежнему сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны импортного материала, так как несмотря на многочисленные попытки правительства Соединенных Штатов, его объемы ничуть не снизились. В апреле США импортировали 3,7 миллиона тонн стали и 2,9 миллиона тонн готовой стальной продукции. Это выше мартовских показателей на 12 и 15% соответственно. С другой стороны, объем импортных поставок за первые 4 месяца немного снизился в годовом сравнении. Так, суммарный импорт стали и поставки готового проката за период с января по апрель 2018 года составили 37,3 миллиона тонн и 29,1 миллиона тонн соответственно. В зарассматриваемый период ключевыми поставщиками готовой продукции были экспортеры из Южной Кореи 472 тысячи тонн, прирост составляет 49% в месячном сравнении, Турции — 146 тысяч тонн, прирост — 9% в сравнении с предыдущим месяцем, и Вьетнама — 131 тысяча тонн, прирост — 62% в сравнении с предыдущим месяцем. Комиссия по международной торговле США начала третий пересмотр антидемпинговых пошлин на арматуру из Беларуси, Китая, Индонезии, Латвии, Молдовы, Польши и Украины. Пересмотр проводится с целью выяснения, приведет ли отмена пошлины к продолжению или возобновлению материального ущерба для внутреннего рынка. Вердикт комиссии по данному делу станет известен 14 августа 2018 года. Пошлины были впервые введены в 2001 году. Уровень установленных Министерством торговли США действующих антидемпинговых пошлин на арматуру составляет 114,53% для Беларуси, 133% для КНР, 41,69% для Украины, 17,21% для Латвии, 232,86% для Молдовы. Показатели для Индонезии и Польши колеблются в диапазонах 60-71% и 47-52% соответственно. Актуальные для конца мая котировки арматуры 12-32 мм на Киевском складском рынке находятся в диапазоне 19 900-20 000 гривен за тонну. На внутреннем рынке Украины продолжает сохраняться дефицит арматуры. Импортеры прокат получают, хотя у них и отмечается нехватка позиций 10 мм и 16 мм. В связи с введением санкций в отношении Молдавского металлургического завода поставки арматуры этого производителя находятся под вопросом. Несмотря на то, что Арселор Митал Кривой Рог возобновил производство и отгрузки проката, участники рынка не ожидают быстрого и значительного улучшения ситуации с наличием арматуры. На прошедшей неделе АМКР прокатал арматуру 12 мм и 10 мм, но в сниженном объеме. Часть проблемы состоит в задержке доставки через другие узлы Приднепровской железной дороги. Срок доставки из Кривого Рога в Киев вырос почти в два раза, до 10 дней. В ближайшую неделю существенных изменений по ценам на арматуру не предвидится. Ценовая ситуация в будущем будет зависеть от объемов и сроков поступления проката на рынок. Складские котировки фасонного проката не изменились. Наблюдается устойчивый спрос на уголок и швеллер. Избытка предложений на складах нет. В мае вырос спрос на оцинкованный прокат в Украине. В сегменте оцинковки крупных толщин от 1,5 мм наблюдается дефицит. В основном позиции представлены дорогими импортными аналогами. Метинвест СМЦ снизил цены на оцинкованный прокат ММК имени Ильича и Юнестила майского производства на 955 гривен за тонну с НДС. Это было защитой доли рынка от импорта. Увеличение объемов поставок проката из Российской Федерации не исключается. Цены Метинвест СМЦ могут быть продлены и на июнь при условии восстановления спроса и отсутствия конкурентных импортных предложений. Китайские продавцы после повышения цен на оцинкованный прокат во второй половине апреля пока воздерживаются от уступок. В частности, прокат 0,4-0,45 мм производства июнь-июль доступен по 700-730 долларов за тонну на условиях ФОП порты Китая. При этом фракт вырос до 50-55 долларов за тонну. Предложения от металлургического завода «Модуль» тоже не особенно интересны. После снижения цен на майский прокат поставщик не настроен на уступки. Также сравнительно высокие цены предложения удерживают европейские поставщики. На фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка «Юэс Стилка Сайз» сохраняет цены на оцинковку для поставок в Украину в июне. В результате ценовая разница с внутренними аналогами достигает 4000 гривен на тонне. Магнитогорский металлургический комбинат еще не сформировал предложения на оцинкованный прокат для Украины. По данным торговцев, Новолепецкий металлургический комбинат и Череповецкий металлургический комбинат повысили цены на июньские рулоны на 20-30 долларов на тонне, что уменьшило конкурентноспособность их предложений. Арселор Миттл Темиртау ссылается на высокую загруженность и не предлагает прокат украинским трейдерам. Таким образом, хотя спрос и повысился, рынок все еще перегружен объемами, что поддерживает конкуренцию. Так что рост внутренних цен на оцинкованный прокат в июне не ожидается. Снижение цен на заготовку из СНГ Основной причиной является спад цен на импортный лом в Турции и слабая поддержка со стороны сегмента арматуры. Обострение конкуренции между поставщиками заготовки в Турцию и Северную Африку провоцирует дальнейшее развитие ситуации. Рабочий уровень цен находится в диапазоне 500-505 долларов за тонну условия ФОП. Предложения от некоторых поставщиков из СНГ поступают по 510-515 долларов за тонну ФОП «Черное море», что на 10 долларов за тонну выше, чем недели ранее. Другие продавцы сохраняют котировки на уровне 515-520 долларов за тонну условия ФОП «Черное» либо «Азовское море». Предложения покупателей на материал из СНГ не превышают 500-505 долларов за тонну условия CFR в зависимости от направления, а в некоторых случаях и вовсе озвучиваются по 490 долларов за тонну условия CFR. 28 мая российский миллиардер Роман Абрамович приехал в Израиль в качестве нового репатрианта, переселенца. Олигарх прибыл около 13.00 в Бен-Гурион на частном самолете. Об этом сообщает издание «Вести Ко-Ил». Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему выписали удостоверение нового репатрианта и удостоверение личности. Из Бен-Гуриона новый репатриант Роман Абрамович отправился открывать счет в банке и оформлять медицинскую страховку. По мнению издания Forbes, которое назвало репатриацию эвакуацией, российский миллиардер, бенефициар холдинга Евраз принял такое решение в преддверии возможных санкционных решений США и ЕС. Роман Абрамович в последние годы, проживающий в Лондоне, получил отказ в продлении визы от британских властей. Его предыдущая виза истекла 25 мая. Отказ же последовал в связи с ужесточением миграционных правил, принятых властями Великобритании в отношении российских предпринимателей. На фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Вы смотрите Металл Ньюс. Индикативные цены на этой неделе выглядели так. Металл Ньюс. Индикативные цены на этой неделе. Вы смотрели Металл Ньюс. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий рынка металла.